С каждой недели участницам пятого сезона шоу «Топ-модель по-русски» приходится прикладывать все большее усилие, чтобы выиграть. В десятой серии начинающие модели буквально за пару часов должны были освоить базовые балетные позы, а потом еще и красиво в них сфоткаться. Очень больно, непонятно, я вообще не знаю, как на этом можно танцевать. Чуть больше развить пластичность девушкам помогла хореограф Алла Сигалова. Она придумала задание, в котором нужно было в специальном коконе из капрона показать все стадии развития девушки. Задание было, что мы должны были влезть в мешочек и показать всю жизнь, когда ты эмбрион, до когда ты женщина. В конкурсе победила Даша Ли. Может быть, она и не обладает идеальной фигурой, может быть, у нее чуть-чуть большая голова, то есть какие-то нарушенные пропорции. Но у нее есть энергетика. У меня получилось передать вот именно внутреннее состояние на руль. Мне безумно понравилось быть в этом мешке и двигаться, и все такое очень странное. Также Алле Сигаловой понравилась и Женя Некрасова. Ее фотографии вообще все члены жюри признали лучшими. Это лучшая работа. Действительно лучшая, на мой взгляд, работа в театре. Неудачными кадры получились у Даши и Оли Афониной. Девушки становятся главными претендентками на вылет в этой серии. Я полностью провалила фотосессию, и испытание у меня тоже не получилось. Даша тоже чувствовала, что находится не на высоте. Даша, ты тоже знала? Я... ну да. Ты готова уйти? Денис будет зато рад, что наконец-то не надо будет каждый раз говорить. Я думаю, что это ей очень поможет в жизни. Не знаю, чем закончится проект для нее, но то, что она слышит, если она к этому прислушается, то она очень многого добьется. И действительно все очень тут любят, хвалят, но не как модель. Она, несмотря ни на что, идет вперед. И, наверное, вот именно ее стремление к победе, идти вперед, это ее и выручает. Такие качества выручают несгибаемую Дашу и в этот раз. Собирает вещи и покидает проект Ольга. Кто станет победительницей и пройдет все испытания, ты узнаешь на этой неделе 28 декабря. Не пропусти. Марина Кашназарова, Настя Макоста, программа «В теме».